И всем привет, ребят, с Мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому ивентику и вообще пятничному спецрежимчику, который у нас уже появился. Сегодня его опробуем, посмотрим, что это за космическая суета, посмотрим, что за космический режим, посмотрим, насколько там вообще хорошо падают голды, метеориты, что там вообще происходит, есть ли там фарм, есть ли там деньги. Ну а если вы ждали подобного рода видеоролик с обзором спецрежима, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас срок игры в аккаунте киснуть ему личный ТАКТАКТИМПЭ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Ну а мы пикаем вместе с вами спецрежимчик, который у нас сегодня появился, посмотрим, есть ли вообще в нём интересик. Мини-игры, информации по мини-игре нет у нас от слова совсем никакой и до сих пор непонятно, будет ли эта мини-игра приурочная к дню космонавтики. Но, но, но мы не перестаём надеяться на то, что всё-таки эта вся движуха появится в нашей игре и то, что космический ивент, космическая мини-игра ещё у нас будет. Но сегодня, можно сказать, немножечко не об этом. Да, мы сегодня просто запикаемся, посмотрим на этот режимчик, посмотрим, насколько он вообще интересный, насколько там есть фарм, насколько там есть интерес, так как фонды сегодня у нас тоже повышенные, опыт повышенный, шансы выпадения золотых ящиков в этом спецрежиме тоже повышенные. И у нас есть такие карты, как Монте-Карло, Безумие и что-то там ещё у нас было, не помню, что там ещё. Так, ну и пока что, что я вижу, да, Гипериончик у меня здесь рабочий, хорошо, чётко, с респа нулевого урона нету, Космос есть, да, то есть космическая вся темочка тоже имеется. Урон непонятно наносится или не наносится, но здесь вот такая вот полёт Феникса начинается, вот этот вот лютый, жёсткий полётик Феникса. И вопрос, есть ли возможность в этом жёстком, лютом полёте Феникса ещё дополнительно делать киллы? Вопрос хороший, да, и будет ли вообще эта наносочка урона как-то работать? Посмотрим, сколько вообще киллов реально, дать за одну катку, постараюсь чисто играть под киллы, ну и заодно посмотрим, что тут по голдам вообще будет падать, сыпать. Будет ли тут деньги, не будет, то денег, хорошо, хоть угол у меня рикошета начинает наносить, даже по тем противникам, которые уже, ну, вне зоны доступа, можно так сказать. Так, урон Хоппер, кстати, наносит, наносит урончик, кто с нами здоровается, поэтому давайте поздороваемся. Ну и будем наносить как можно больше урона, здесь большинство игроков чисто летает, чисто гоняет по этой карте. Так, и голд, у нас есть голд, какой он голд вообще, метеоритик, не метеоритик, ну, по идее, должен быть метеорит, наверное, не в таком-то космическом ивенте. Я так думаю, что должен быть метеоритик. Ну и где голд? Ага, вот он, вот он вкусненький, вот он вкусненький метеорчик. Метеорчик, вот он контентик плотненький, вот они бабочки, вот они дедюшки. Сразу в карманчик мы их забираем. Сразу есть контактик. Ну и вообще, в принципе, вот, например, на Монте-Карло, я бы сказал, что эти овердрайвы особо не нужны, да. То есть, если мы берем во внимание безумку, да, ну, на безумке 100% вот эти вот оверки, они очень сильно могут саппортить, могут помогать тебе, да. Здесь, ну, как будто бы особо, ну, я не вижу такого прям жесткого смысла в этом овердрайве на Монте-Карло, да. То есть, здесь ты можешь спокойно кататься по низу, делать келочки, ну, и потом на голде просто делать врывалову. Да, на безумке все-таки там уже этот овердрайв будет иметь больше вес за счет того, что там нужно перемещаться по этим всяким неудобным местам, да, и залазить как можно, как можно выше, да, для ловли более удачных голдов. Поэтому то, что здесь как бы сделали с одной стороны разнообразие карт, это, конечно, круто. С другой стороны, по сути, именно Монте-Карло я особо смысла не вижу в как раз-таки этих оудишках. Так, но зато можно вот так вот быстро противника сливать, это тоже как бы хороший плюс, да, то есть ты можешь обычной оверкой постоянно давать дополнительные киллы, уничтожая противника за счет просто прожатия оудишки, да. То есть ты можешь вообще ничего не делать дополнительно, просто вот так вот оп, там челик респанулся, ты ему сразу бам в голову оуди нажал, и он на респик полетел, да, то есть бам-бам, и оудишечку на реализацию чисто даешь. Да, поэтому в этом плане, конечно, нормальная темочка, что ты можешь просто овердрайвом сливать игроков, и даже, по сути, при этом ничего такого особо дополнительного не делать, просто от овердрайвов получать дополнительные киллы. И, кстати, вообще эту тему можно, наверное, даже на постоянной основе использовать, все-таки халявные киллы никто не отменял, да, то есть, по сути, ты быстрее можешь слить оппонента как раз-таки овердрайвом, нежели ты будешь пытаться его здесь как-то сливать своим рикошетом. Так, у нас мегаголд, ребяточки, у нас мегаголдик, должен сейчас выпадать, должна быть выпадалова мегабабок. Так, мы про жималову делаем такую вот вкусненькую, и влеталова, влеталова в деньги не получилось, влеталова, борьба за десятку, ну и кто-то ее все-таки забирает, да. Ну а так, чисто прикольная тема, ты можешь просто быстро вжимать овердрайв и сливать оппонентов. Это прям, ну, хороший, хороший буст, хороший плюс для набора дополнительных киллов. Посмотрим, сколько вообще киллов за, например, такую катку я сумею здесь заработать. И заодно посмотрим, сколько вообще я смогу получить прибыли, да, с такой каточки. 8 минут у нас остается еще до конца. Въезжалову в противничка мы смело можем делать. Ну, тут противники все летают, поэтому надо просто ловить тайминг. По сути, с одного прыжка ты приземляешься на землю, у тебя сразу появляется уже следующий овердрайв. То есть ты можешь сразу следующий только, наверное, на реакции вжимать, чтобы вот так вот не обламываться. Надо еще и на реакции его хорошо быстро прожимать. Тогда можно хорошие дополнительные киллочки с этого его дело иметь. Интересно, в какой высоты он еще работает, этот овердрайв. Да, то есть в какой высоты есть уже реакция на прожималову оудишки. То есть вот, например, если я тут... Ага, нет, тут не работает. То есть надо прям маленькую дистанцию иметь с оппонентом, чтобы с этого овердрайва еще дополнительный урончик здесь получался. Но в любом случае прикольно, прикольно, что ты можешь даже просто за овердрайвы получать дополнительные киллы. Это прям очень и очень хороший бустинг. Здесь противничек под меня хотел сыграть. Блин, не успел среагировать, надо было тоже вжиматься. Можно было еще пару киллочков здесь сделать. То есть по сути на одних овердрайвах ты можешь делать киллы. Да, то есть ты даже ничего такого сверхъестественного не делаешь. Просто вот оверку вжал плюс киллы. Оверку вжал плюс киллы. Да, то есть вот хоп, под противничка сыграл. Бам, ему в голову аудишечку вжал. Оп, откатился чуть-чуть. Поиграл, 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 подождал респы. Оп, респик увидел. Бам, ему в голову овердрайвик вжал. И все, и он дома, и он дома. Бам, летишь, 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 видишь челика рядом. Блин, мимо пролетел далековато. Далековато пролетел оппонентик. Но в любом случае... Прикольно, прикольно, прикольно. Необычная тема, если честно. Что ты можешь просто на одном оуди давать большое количество киллов. Шесть минут у нас до конца боя. Респов. Опа, вижу. Вижу вкусненький. Блин, а что-то не зарегало? Не понял. Вроде как респик вкусненький был. Но зарегать не зарегало у меня почему-то. Оп, а вот тут зарегало. А вот тут уже зарегало. Плюс киллчик. Поэтому на одних чисто овердрайвах можно давать дополнительные киллы. Прикольно, прикольно, прикольно. Необычно, необычно. Все-таки на безумке ты не мог в полной мере вот эту так тему обузить. Вот здесь вот на Монте-Карло как будто бы это работает прям вообще превосходно. То есть ты на постоянной основе как будто можешь давать дополнительные киллы с овердрайва. А если еще вот играть, например, так от контроля. Да? Ну, чел, просто убежал, конечно, тут от меня. Не хочет под аудишечку попадать. Не хочет под этот оудик раздачку получать вкусненькую. Я бы ему сейчас бы тоже немножечко дал бы контент. Оп. Ну, с респа есть преимущество. У того, кто респится, у того все-таки есть преимущество на прожатие. То есть ты с респа, ну, как будто бы, как будто бы невозможно не нажать первому. С респа ты всегда будешь первым нажимать. Соответственно, у тебя с респа уже будет некое дополнительное преимущество. Так, ну, здесь у меня тоже респит. 5 минут до конца, 29 киллов. 29 киллов, при этом я... Ну, не сказать, что я что-то делал вообще. Да, не сказать, что я что-то делал в рамках этого боя. Я, по сути-то, особо ничего-то и не делал. Просто ужимал овердрайвы и, ну, там чуть-чуть буткал. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть еле-еле постреливал. И все, в принципе, да. На этом, в принципе, все. Так что надо просто ловить респы. Ловить оппонентов. И на этих оппонентах давать уже дополнительные киллочки. В целом, прикольная темка. Голды, конечно, ну, без энергии голдов, да, то есть без мини-игры, ну, это такое, да. То есть, как бы, я бы не сказал, что это прям интерес, да. Я бы не сказал, что в этом прям есть, знаете, такой азарт. Ну, для меня лично, да, после первоапрельских голдов, для меня лично в этом нету чего-то такого сверхъестественного. Да, можно там песчоночку какую-то вкусную взять, там, либо на десяточку сыграть. Но все равно, в любом случае, это не то, что было бы, если были бы энергии с мини-игрой. Да, то есть за энергией с мини-игрой борьба была бы уже бы совсем другой. Потому что ты не знаешь, в каком голде будет энергия, и ты будешь въезжать уже в каждый золотой ящичек, чтобы как раз-таки постараться его забрать и постараться залутать энерджи для мини-игры. Да, здесь же, здесь же, в свою очередь, ну, у тебя просто есть тысяча, да. Ну, кому интересно, кто зарабатывает кристаллы, я думаю, что тот может бороться прям жестко за эти тысяченки. Кто особо не нуждается в кристаллах, тот, я думаю, что так не будет гонять прям за этими тысяченками, за этими денежками. Оп, так, чисто на киллочки дал. Влетел чуть-чуть в киллы, даже не за тысячи, а чисто, чтобы киллов побольше сделать. 39 киллов, 3 минуты до конца. Так, режим прикольный, если честно. Прикольный режим. Сам по себе режим прям очень приятный. Можно на киллы поиграть, можно полетать и за овердрайвы потренироваться, чисто на овердрайвах подавать киллочки. Да, то есть такая необычная игра становится, когда ты на овердрайвах чисто забираешь дополнительные киллы, летишь тут где-то в космосе, кого-то рядом видишь такое, бам, ебу, овердрайвик, в головешечку, чтобы плюс киллчик заработать. Мне кажется, такая прикольная темка. Необычная, очень необычная. То есть вам летишь... Ай, ну ладно, тут поторопился. Ну, тут стритпа очень сложная, если честно. Быстрее дать. 46 киллов, уже на первое место, кстати, вышел. Вышел у нас первое место. Так, пробуем еще здесь дополнительный киллчик дать. Вам здесь даже припасы в моменте можно не использовать. Чисто все киллы будешь зарабатывать. От полета феникса и от уничтожения дополнительного противника с этого овердрайва. Ну и в полете можно еще здесь пытаться что-то накидывать. Блин, фига раскручивает. А, тут еще и на высоте тоже есть киллзона. То есть сильно особо раскручиваться нельзя на высоту, да? Все, понял, понял. Еще и на высоту особо не надо раскручиваться, а то можно от высоты получить. Прикольчик можно получить, понял, понял. Понял, 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 понял. Так, здесь есть парочку оппонентиков. Оп, хорошо, двоих еще на килл дал. Вам, прикольно, прикольно. Чисто овердрайвами делаешь киллы. Ну, это такие, знаете, прям суперлегкие, суперпростые. То есть тебе только надо привыкнуть к правильному прожатию овердрайвов. Да, и даже вот с респа можно ловить типа, если у него с реакцией проблемы. Да, то есть, ну, здесь уже проверяется, ребяточки, работа. Работа на реакцию твою. Работа на реакцию. Будет у тебя дети или не будет у тебя детей. Так что как-то так, ребяточки, как-то так. Пробуем же малову. 51 килл, 40 секунд до конца. Шикарно, шикарно. Шикарно, что я могу сказать? Шикардосик. 50 лёгеньких кильчиков. Оп, на денюжки сразу. Дал 52-й. Ещё, может, кто-то подлетит за 30 секунд до конца под этот оуди. Под этот вкусный оуди. Так, ну, этого мы на дистанции просто подержим. Так, а вот этому можно и овердрайв сжималову сделать. 15 секунд. 54 килла. Сейчас посмотрим, сколько вообще по кристаллам здесь получим. Если здесь по кристаллам неплохие деньги, то как будто бы это очень хороший режим. Под фармик. Под вкусный фармик. Потому что, ну, это, видите, с первой попытки у меня 54 килла. То есть, по сути, по сути, если здесь приноровиться, то я думаю, что можно набивать прям большое количество киллов. Можно где-то 70-80 брать. И это уже будет где-то 10-12 тысяч кристаллов в закатку. Да, то есть, для фарма, даже для фарма, этот режим может быть очень и очень вкусный и прибыльный. Да. Поэтому, пробуйте. 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 Я, кстати, забыл в заданки зайти. Надо было в заданки зайти. А то я ни одной супермиссионки не выполнил. Тут же были супермиссии 100%. Ну, ладно, ничего страшного. В принципе, я их и так выполню. Ну, можно было и зайти, чтобы как раз-таки с этих заданочек еще что-то дополнительное здесь получить. Какие-то денюжки подзабрать. Было бы тоже неплохо. Пишите, что вы думаете по поводу этого спецрежима. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и также участвуйте в розыгрыше. Вся информация по розыгрыше есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!